В фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера» образ этого жестокого человека, управляющего концентрационным лагерем, сильно впечатляет зрителей. Многим запомнилась сцена, когда он ради развлечения палит по живым мишеням. Возможно, реальный ОМОН Гетт не стрелял в евреев с балкона своего дома. Но он действительно погубил множество человеческих жизней. Об этом статья Николая Картомкина в журнале «Загадки. История» называется «Бухгалтер. Фабрики смерти». ОМОН Гетт родился в конце 1908 года. Интеллигентой австрийской семьи. Его отец мечтал дать сыну достойное образование. Поначалу Гетт вроде бы ожидания родителей оправдывал. Но в 1925 году, когда ему шел 17-й год, вступил в ряды запрещенной в Австрии молодежной нацистской организации. Более того, стал членом военизированного объединения антисемитов Хеймберг. Эти молодежные сообщества возникали в Австрии как грибы после дождя. Австрийские немцы внимательно следили за событиями в соседней Германии, где набирала мощь партия Адольфа Гитлера. Гетт считал себя истинным немцем и мечтал о воссоединении с Родиной. Скоро он оказался членом австрийского отделения национал-социалистической немецкой рабочей партии и принимал активное участие в продвижении ее идей. В 1930 году его приняли в австрийское отделение СС. Началась жизнь, наполненная опасной романтикой. Приходилось спасаться от полицейских облав, устраивать провокации, распространять запрещенную литературу. Гетту было 22 года и такая жизнь ему нравилась. Она нравилась и многим его ровесникам, которые собирались построить счастливый мир. Но летом 1933 года деятельность Энсдап была запрещена в Австрии. Наиболее активных нацистов старались обезвредить. Гетт попал в их число и ему пришлось уехать в Мюнхен. Он начал курсировать между Веной и Мюнхеном, перевозя все, что было необходимо для партии и для ведущей борьбы. В основном это были радиоприемники, оружие и взрывчатка. Вскоре его взяла полиция и Гетт попал под арест. Вышел он лишь к новому 1934 году. Год для нацистов был многообещающим. Они готовили переворот, однако хотя канцлера убить удалось, сам переворот провалился. И ОМОН Гетт снова угодил в тюрьму. Но ему удалось сбежать в тренировочный лагерь СС в Дахау. На какое-то время Гету пришлось затаиться и даже выйти из партии, чтобы избежать нового ареста. Он уехал в Мюнхен, помогал семье, даже женился и ждал. Ждать пришлось недолго. В 1938 году, сразу же после аншлюса Австрии, он вернулся в Вену. Развелся с женой, восстановил членство партии и снова женился. На этот раз по любви. На Анне Гейгер. И занялся партийной работой. А через год началась Вторая мировая война. Немцы встретили ее объявление с радостью и большими надеждами. Гетт оказался не слишком хорош в качестве солдата. Его направили заниматься другой работой. Очисткой территории Рейха от евреев. На него возложили финансовое обеспечение программы по изоляции и переселению евреев, который занимался рейсском миссариат по немецкой национальной политике. Буквально за несколько месяцев 1941 года он из Обершарфюрера превратился в Унтерштурмфюрера. Затем поступил приказ заняться созданием и обслуживанием концентрационных уберей. ОМОН Гетт был рационален, исполнителем, предан партии и педантичим в исполнении приказов. Так что он спокойно влился в систему полномерного уничтожения одних людей и другими. В его обязанности входило найти способы, как наиболее эффективно использовать живой ресурс лагерей, и уничтожать узников наименее затратно. Летом 1942 года Гетт был переведен под командование отдела Глобочника в Люблин и Краков, где занимался созданием трех концентрационных лагерей в Белжеце, в Сабиборе и Треблинке. В его задачи входила разработка графиков и маршрутов перевозки узников Организации охраны составов. Система должна была работать бесперебойно, и Гетт добился этой бесперебойности. В феврале 1943 года Гета назначили ответственным за строительство под Краковым концентрационного лагеря Плашев, того самого, который показан в фильме «Список Шиллера». В Кракове жило значительное число евреев, и с первых дней войны их согнали в Краковское гетто. Условия жизни там были тяжелые, изоляция практически полная, но теперь было решено полностью очистить древнюю столицу Польши от еврейского населения. Для этого и создался концлагерь. На его строительство Гетто потребовался всего месяц. Заключенные работали как каторжники и гибли как каторжники. В марте Гетто было полностью ликвидировано и началась фильтрация людей. Работоспособные и сильные попадали в Плашев, слабые и старые в лагеря смерти. После разгрома Германии Гетто обвинили на трибунале в том, что во время фильтрации в Кракове погибло более двух тысяч человек. Некоторых ОМОН Гетт расстреливал собственноручно. Гетт был человеком экономичным и крайне циничным. Когда приходилось уничтожать евреев и тратить на них боеприпасы, он попросту заставлял оплачивать это узников побогаче. Так они покупали себе жизнь и своим семьям. Это действовало и в других местах. В городке Шобженшин члены еврейского совета Шуза с ужасом прочли приказ выплатить немецкому командованию 2000 злотых и выдать 3 килограмма кофе как возмещение ущерба за использование патрона для расстрела еврейского населения. Во всех случаях Гетт действовал эффективно и очень жестко. Убийство при ликвидации Тарновского гетто, почти полное уничтожение заключенных при ликвидации лагеря в Щебне. За хорошую работу Гетта еще раз повысили сразу до Галпштурмфюрера. В Плашеве Гетта ненавидели и боялись. Он от проявления его жестокости заключенных спасали всего две вещи. Во-первых, он не собирался напрасно уничтожать термовых рабов. Во-вторых, Плашев не был лагерем смерти. Это был трудовой лагерь. Его неправильная эксплуатация могла привести за решетку самого Гетта. Так что Плашеве Гетт был почти что гуманистом. Там от его руки погибло не более 500 человек. Вместе с тем рассказывали, что этот гуманист держал двух собак. Ральфа и Рольфа. Они были натренированы охотиться за людьми. И заключенные не знали, кто страшнее, псы Гетта или сам Гетт. К весне 1944 года лагерь стал жестко контролироваться СС. Число заключенных увеличилось в 10 раз. На территорию лагеря стали поступать транзитные этапы, усиливаясь охрана. Лагерь превратился в концентрационный. Гетт ввел систему коллективной ответственности за нарушение или побег одного человека, наказывая вся бригада. Степень наказания выбиралась на его усмотрение. Мог расстрелять каждого второго, а мог и каждого пятого. В Плашеве было даже свое лобное место, невысокий холм, где происходили расстрелы. По одним сведениям, там погибло 8 тысяч человек, по другим 12 тысяч. Осенью 1944 года ОМОН и Гетта поступил донос. Его обвиняли в мошенническом присвоении еврейских ценностей. Это могло обернуться для него расстрелом. Но расследовали его прегрешения очень медленно. Тем временем дела на фронтах стали идти так плохо, что дело проворовавшегося начальника концлагеря стало неактуально. Между тем Гетт после бесконечных допросов стал впадать то в депрессию, то в гнев. Доктора, глянув на него, поставили диагноз и тут же отправили эсэсовцев в психиатрическую клинику. Видимо, не прошло бесследно ни массовые расстрелы, ни издевательства над служанками из заключенных, ни прочей мерзости. Он начал чувствовать себя тем, кем и был, палачом. Прибавьте еще душевные терзания. На воле за стенами больницы осталась любимая женщина и маленькая дочка. ОМОН Гетт не прятался в клинике. Он и на самом деле был болен. Но война подошла к концу. Начались аресты военных преступников. Гета увели в тюрьму прямо из психиатрической лечебницы. И судили, невзирая на его душевное расстройство. По совокупности преступления его приговорили к смерти через повешение. Вешать Гета решили там, где он оставил неизгладимый след, прямо в лагере Плашев. 13 сентября 1946 года его привели на висельцу. Палач надел на шею веревку, из-под ног выбил опору. Увы. ОМОН Гетт оказался слишком высоким. Он не повис, а, корчась от боли, встал на ноги. Палач уменьшил длину веревки, и Гета снова поставил на скамейку. И снова веревка оказалась для него слишком длинной. Гетт уже полуметровый, касался ногами помоста. Веревку укорачивали в третий раз. Наконец-то смерть окончила его мучение. Впрочем, жертвы Плашева были довольны этим спектаклем. Они считали, что мучители должны умирать в муках. Статья, еще раз говорю, приведена в журнале «Загадки. История». Не забудьте подписаться и оставить ваш комментарий.